В наше время, ради виртуальных вещей, порой люди готовы фармить днями напролёт мобов, а потом продавать выбитые вещи за огромные деньги. Такое есть как в World of Warcraft, так и в других ММО играх, это везде и всюду. Какие-то вещи ценятся благодаря внешнему виду, а какие-то из-за уникальных свойств, а из-за трудности получения таких вещей, их нередко окутывают драмы. В общем, в этом ролике я хочу рассказать о драматичных или интересных историях редких, уникальных и дорогих предметов World of Warcraft, Diablo и Lineage. Во времена Ванилы существовал предмет – Священная Диадема. Этот предмет ценился благодаря внешнему виду. На модельке Диадемы была Красная Звезда. Благодаря этой особенности предмет полюбился РП-игроками и любителями Трансмога. В частности, благодаря звезде, игроки часто любили косплеить Чудо-женщину из комиксов DC, которая также имела на голове Диадему с Красной Звездой. Добыть эту вещь с небольшим шансом можно было в особом месте, в склепе Стромгарда. В этом склепе находилось три смотрителя. Эти смотрители по сюжету являются чем-то вроде смотрителей артефактов древней семьи. Когда-то давно по сюжету был некий Игнеусу Троллебой, который, являясь выдающимся генералом, прославился во времена тролльских войн, которые произошли задолго до появления орков на Азероте. Впоследствии, в ходе некоторых махинаций, ему удалось возглавить все королевство. По лору Warcraft RPG жил был один чувак, которому было приказано присматривать за редкими артефактами семьи Троллебоев. Однажды семья Троллебоев была в отъезде. Они захватили вместе с собой большую часть охраны дома. Этим решили воспользоваться бандиты, чтобы в момент отсутствия охраны залутать артефакты семьи. В частности, легендарный меч Тролл Калар, благодаря которому Игнеусу Троллебой перебил неисчислимое количество троллей во время войн с троллями. Однако, чувак, которому было верено присматривать за артефактами, не растерялся. Он ловко спрятал артефакты по дому. Например, бесценную чашу он кинул в подливу на кухне, а меч Тролл Калар бросил в кучу свиных потрохов. А сам использовал плащ защиты от стихии и спрятался в пылающую печь, чтобы его не нашли. Когда семья и охрана вернулись, они были впечатлены изобретательностью и преданностью своего слуги и назначили его хранителем артефактов. Хранитель артефактов приказал каменщикам вырезать одну комнату в скале фамильного склепа троллебоев для артефактов. Деяниями слуги были впечатлены и другие властные люди королевства, которые также просили помочь уберечь их артефакты. Так появилась сюжетная фракция смотрителей, чья задача защищать артефакты королевства. Но годы шли. Королевство приходило в упадок и в конечном счете оно было опустошено. То, что было на момент введения интересующих нас NPC в игре, это жалкие остатки королевства, руины некогда крутейшей страны. Но несмотря на то, что королевство пришло в упадок много-много лет назад, смотрители по-прежнему приглядывают за артефактами. Всего есть три смотрителя, которые тусуются в склепе разрушенного королевства. Они хранят один артефакт, с которым связана одна интересная цепочка заданий, но они как-то в другой раз. Главное для контекста, что с этих смотрителей с низким шансом падала та самая диадема, которая по всей видимости когда-то принадлежала славному роду. Ну, иначе трудно объяснить откуда в карманах у смотрителей эта драгоценная вещь. Эта диадема, как говорилось ранее, считалась весьма уникальной в своем роде. Однако, в дополнении Катаклизм, разработчики, переработав значительную часть Азерота, убрали этих смотрителей и сничтожив любые надежды игроков вновь получить эту диадему. После удаления смотрителей, цена предмета устремилась ввысь. Она осталась только у тех, кто решил сохранить вещь до удаления смотрителей. В дополнении Дренор, разработчики несколько сжалились над игроками и добавили эту диадему как крайне редкий дроп с одного сундука с хламом в гарнизоне. Точный процент дропа вовхед не показывает, но судя по шансу дропа других редких зеленых вещей, добавленных в ваниле, диадема падала примерно один раз на 10-15 тысяч попыток. Третий Диабло в очень редкие моменты может одарить игрока невиданным даром, сверхредким предметом с крутыми характеристиками. В первые годы существования третьего Диабло было немало историй, как такие везунчики пытались продавать такие легендарные предметы. Одна такая весьма редкая вещь выпала игроку под ником ShinCDN. Тогда на дворе был самый конец 2012 года. Третьему Диабло на тот момент не было и одного года. Шину выпадает легендарный арбалет, мантикор, да еще и замечательнейшими характеристиками. Если верить вики-странице этой легендарки, в ранних версиях игры, а напомню, игре на момент выпадения вещи интересующему нас игроку не было и года, вещь ценилась благодаря тому, что это было единственное оружие, у которого потенциально могло быть два сокета для камней. Это же, вдобавок к характеристикам, насколько можно судить по вики-странице, делало предмет крайне ценным для класса демон-хантеров. Позже в будущих патчах вещь переработают, и она станет не такой крутой, но до этого было еще далеко. Shin имел на выбитой легендарке два сокета. В общем, вещь была крутая. Недолго размышляя, Shin решил выставить предмет на продажу, желая продать вещь за внутриигровую валюту. Он публиковал сообщения на разных форумах игры. На официальном форуме Диабло, если верить единственному снапшоту веб-архива, тема с этим предметом была и вовсе удалена. Тем не менее, на одном специализированном ресурсе, к его предмету быстро начали приглядываться местные богатеи. Начался внутриигровой аукцион, стартовавший 7 миллиардов в местной игровой валюте. Аукцион продолжался один день. В итоге, Shin продал свой легендарный арбалет за 12 миллиардов одному игроку, который решил остаться анонимным. Насколько это много 12 миллиардов? Это по очень примерным расчетам на тот момент около 3-3,5 тысяч долларов. Если верить упоминаниям с рассказами о этой истории, то она даже была несколько романтичной. Так как якобы Shin хотел купить обручальное кольцо своей невесте. А этот предмет был словно подарок с небес. Однако, к сожалению, конкретных подтверждений мне найти не удалось. Тем не менее, на момент 2012 года, это была одна из самых дорогих сделок во всей игре. Несколько роликов назад, я рассказывал о испытании под названием «Священный Грааль» во втором Диабло. Суть этого испытания заключается в том, чтобы игрок добыл все уникальные вещи в игре, включая сверхредкие. Тогда я упоминал, что в оригинальном Диабло выполнить это испытание удалось лишь одному спидраннеру под ником «Мистер Лама». Он потратил на это 4,5 года. Однако, пару лет назад вышла обновленная версия второго Диабло – Диабло Резуректед. Обновленная игра привлекла множество людей, включая хардкорщиков, решивших себя испытать в рамках «Святого Грааля». Одним из таких людей, одним из первопроходцев, был игрок под ником «Энферно». С выходом Диабло Резуректед он начал фармить, фармить и еще раз фармить. Ему удалось, в отличие от «Мистера Ламы», относительно быстро добыть большую часть редких и уникальных вещей в игре. На момент конца 2021 года ему оставалось добыть лишь один предмет. Мощь Тиреэля, которая падает с шансом в 1,9 с предмета под названием «Священная Броня». А «Священная Броня», в свою очередь, гриндится долго и упорно с мобов. На фарм «Священной Броне» может запросто уйти несколько недель или даже месяцев. Преимущественно «Энферно» занимался гриндом в одном подземелье в зоне под названием «Нагорье Томое». «Энферно» пришлось для фарма вещей сходить туда почти 20 тысяч раз. И, наконец, в средине ноября 2021 года ему выпадает «Священная Броня». Крикнув пару раз «Ну давай же», он открывает «Священную Броню» и ему выпадает мощь Тиреэля. Буквально речащий предмет в игре, с итоговым шансом дропа 1 на 200 тысяч с копейками попыток. Бурная реакция стримера не заставила себя долго ждать. А новость о этом достижении разлетелась по игровым фан-сайтам. На все про все он потратил 430 часов, почти в 6 раз меньше времени, чем «Мистер Лама». «Мистер Лама», к слову, также не остался в стороне. В честь этого события он опубликовал длиннопост, в котором поздравил «Энферно» и рассказал, какую боль ему пришлось пройти. «Энферно» стал первым в мире игроком, кому удалось завершить «Священный Грааль» в обновленной версии «Диабло». Причем сделал он это, как было сказано, всего за 430 часов, что также являлось на тот момент самым быстрым прохождением этого испытания. Так что он получил два достижения за один раз. Линейдж, что первая часть, что вторая, что ответвление в виде мобильных игр, славятся невероятно редкими предметами. И не менее редко истории с выпадением рарных вещей соприкасаются с невероятными драмами. Очень любопытная драма произошла несколько лет назад в Линейдж М, в корейском сегменте игры. Итак, в Линейдж М была система шаблонов или паттернов, которая может усилить персонажа. Однако проблема этой системы в том, что она рандомна. Может повезти, и ты станешь круче, а может не повезти, и ты потеряешь кучу денег. Если конкретнее, то игрокам порой приходилось тратить что-то в районе 20-50 миллионов корейских вон, что уже само по себе является изолишеством для очень узкого круга богатых игроков. Теоретически можно было юзать эту систему и без вливания денег, но теоретически на голову каждого человека в жизни может упасть метеорит. Чтобы это исправить, разработчики решили упростить систему, сделав её не такой людоедской, в плане затрачиваемых ресурсов. После изменения нужно было потратить условно не несколько десятков миллионов корейских вон, а просто несколько миллионов вон. Что всё равно много, но было хуже. И игроки порадовались такому позитивному изменению. Теперь разрыв между самыми богатыми игроками и, в кавычках, средними игроками сокращался. Но позитив не испытывала лишь одна очень маленькая, но влиятельная когорта игроков. Когорта так называемых китов, или по-другому топ-донатеров, которые вливали огромные деньги в игру. Они решили взбунтоваться, чтобы заставить компанию откатить это изменение с упрощением системы шаблонов. Более того, они выдвинули что-то вроде ультиматума, заверяя, что если не произойдёт откат, они начнут буйствовать и начнут массово заниматься ганкингом. Звучит абсурдно? Да, звучит абсурдно. Но разработчики, спустя несколько дней после упрощения системы, решили послушаться топ-донатеров, и они действительно откатили изменения. Описали они откат следующей фразой. Было подтверждено, что функция сохранения и восстановления шаблонов чрезмерно вредит справедливости по отношению к существующим клиентам, вызывая неудобства для многих воинов. Председатель Корейского Игрового Общества и профессор одного вуза Ви Чжон Хён прокомментировал это так. Киты – это пользователи, обладающие наибольшей властью в бизнес-модели, созданной игровыми компаниями. Этот инцидент оставил плохой прецедент для игровых компаний, которые вынуждены выполнять их требования. У игровых компаний нет другого выбора, кроме как терять свое игровое доминирование во всем, включая обновления. А влияние крупных китов на игровые компании будет неизбежно расти. Сообщество было ошарашено, но хуже было с теми, кто успел воспользоваться упрощенной системой. Компания-разработчик заявила, что после отката системы, они компенсируют потраченные игроками деньги в одной валюте – бриллианты или алмазы. Один игрок, которого в статьях у этой истории называли «Мистером А», к тому моменту потратил 160 миллионов вон на упрощенную систему. Это на момент записи около 122 тысяч долларов, на момент инцидента около 140 тысяч. Ему должны были вернуть 5,82 миллионов бриллиантов. Это покрывало всю потраченную сумму. Ему вернули только 2,5 миллиона бриллиантов, меньше половины. Остальную часть ему вернули в виде другого, почти неликвидного на рынке предмета. Мистер А был разгневан. Он начал пытаться дозвониться до компании. Он пытался написать в техподдержку, но это не помогало. Дошло до того, что ему пришлось физически идти в офис компании и требовать полную компенсацию. И даже ему буквально пришлось блокировать парковку у офиса компании, что закончилось суммоном полиции в конечном итоге. Вскоре эту ситуацию освещали игровые СМИ. А к освещению подключились корейские ютуберы, которые взаимодействуя с мистером А, предоставляли записи диалогов с представителями компании, которые всячески пытались его морозить. Что только усиливало хейт в сторону компании разработчика. Но разработчики решили еще сильнее усугубить ситуацию. Вместо того, чтобы на фоне разгневанного фаната и разгневанного сообщества вернуть чуваку бриллианты, они подали на него в суд. Еще раз, для понимания. Чувак влил больше 100 тысяч баксов в игру. Изменения, ради которого он вливал деньги, откатили из-за китов топ-донатеров. Нормально компенсировали ему только половину денег. И теперь, они подают на него в суд, после его попыток добиться честной компенсации. Похоже на сюр, не так ли? В конечном итоге, к счастью для мистера А, история закончилась благополучно. После холивара, который выбрался далеко за пределы Кореи, чуваку все-таки компенсировали деньги, причем даже если я понимаю, с некоторой надбавкой. Но тем не менее, этот прецедент весьма уникальный. Ну что же, по сути на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи! Продолжение следует...